Всем привет дорогие друзья, с вами AlexFresh и мы сегодня снова будем собирать очередную игровую сборочку. Она у нас будет построена на Ryzen 7, 2700X, видик у нас Radeon RX 580 от Gigabyte и также материночка от Gigabyte B450 Gaming X. Давайте мы все более подробно рассмотрим и потом приступим к сборочке. Начнем пожалуй с самого простого. Это у нас память, на которой будет стоять винда и так далее, 250 гигов, M.2, Kingston, моделька KC2000, нереально быстрая штуковина, очень быстрая. Дальше у нас 4 планки памяти, которые вы уже помните, это DR4 от Gigabyte, 2 из них просто заглушки для красоты и 2 настоящие планки, то есть суммарно 16 гигабайт памяти. Вот такой вот у нас блок питания на 600 ватт, называется DK-A Sports First Player, я даже не знаю, это ДК это дорожный контроль или дай кушать, я не знаю, что за блок питания, мы его потом распакуем, посмотрим, что внутри, потому что такое вижу первый раз. Ну и конечно же сердце нашего компа AMD Ryzen 7 2700X с кулером в комплекте, который идет немножко дороже, идет этот процесс с этим кулером. В основном я их честно еще не видел, распакуем, посмотрим, что это за кулер такой и почему с ним идут процессоры дороже, но надеюсь он реально будет нормально все охлаждать. Короче будем собирать, проверим все. Материнская плата Gigabyte B450 Gaming X, ну сокет М4 конечно же, поддержка райзенов, атлонов, все дела. Ну и всеми любимый видик Gigabyte Aorus Radeon RX 580, поддержка DirectX 12, ну и так далее, 8 гигабайт памяти, подсветка, ну и все что нужно. Давайте теперь все более подробно рассмотрим. Вот собственно наша память, я уже достал ее, сейчас попытаюсь конечно отсюда вытащить. Вот такая маленькая планочка содержит в себе 250 гигов. Я даже не знаю здесь скоростя ее написано или нет, но думаю, что по модельке можно в интернете проверить и узнать на что она способна. Вот так вот сзади выглядит. Получается 4 чипа только, только 4 чипа. Оперативка, которую вы в принципе уже по нашим обзорам знаете. Вот такие вот планочки, то есть это две сами планки памяти. Моделька кому интересно, только не знаю фокус словится, не словится. То есть тут самар на 16 гигабайт. Ну и конечно же две планки, которые у нас просто для красоты, которые у нас будут с подсветкой. То есть чтобы все 4 слота были заняты, питаются они вот от этих коннекторов. То есть вот две планочки. Следующий у нас процессор Ryzen 7, 2700X. Давайте распакуем его. Ух ты. Что-то много всего интересного. Коробочка. О, с самим процессором. Круто. Даже наклеечка есть. Ryzen. Крутяк, да? Ну, я его пока что распаковывать не буду, потому что в принципе всем и так понятно, что здесь внутри находится. Дальше. Охлаждаечка. Капец, она большая. То есть охлаждайка выглядит таким вот образом. Скорее всего у нас подсвечивается кулек. Здесь у нас пластик. Конструкция скорее всего разборная. По крайней мере так выглядит. Четыре тепловых трубки. И снизу получается как бы типа медная пластина из этих же трубок. И рядом что-то еще тоже медь. По идее должно более-менее нормально как-то охлаждаться. Блок питания. Даже не знаю, что здесь будет у нас. Что здесь искать. Давайте попробуем распаковать. First Player DK. A-Sports. Ну, видимо, так и называется. Так, тут все вроде бы так аккуратненько упаковано. Книжечка. Стяжечки. Бултики. Куча проводов. И сам блок питания. Ага. Модульное подключение проводов. В принципе, его хватает. Вроде бы особо ничего не болтается. Кулек. Скорее всего двенашка. Скорее всего двенашка по размеру. Приключения на 110 вольт нет. Здесь описание. Ну, и внутри. Не знаю, там видно, что там будет. Нет. Кому интересно заглянуть. Дальше у нас видеокарта. Давайте распакуем. В коробке с видиком особо нечего было смотреть. Потому что там были только инструкции. И особо все. И сам видик. Видик маленький. По-моему, он у нас уже был. В какой-то сборке. Поэтому я думаю, что вы его видели. Ну, здесь, конечно же, какой-то сорян. Заглушки стоят. Выходы дисплейпорт. HDMI. Четыре тепловых трубки видно. Вот тут подсветочка. Да, четыре тепловых трубки. Да, у нас этот видик был. У нас этот был. Металлический бэкплейт, по-моему. Вот непонятно. Они как-то так делают. И непонятно, что это. Может, и пластик по звуку. Но видик достаточно легенький. То есть, по сравнению с другим, который был у нас в прошлом обзоре, этот реально очень легкий. По питанию у нас всего лишь 8 пин. То есть, вообще нифига не жрет. Но, на самом деле, видик достаточно хороший. Потому что он может тянуть даже все на высоких. В 1080. И цена его достаточно низкая. Ну и, конечно же, материнка. Давайте открывать ее. Нужно достать. В принципе, думаю, что там внизу ничего особо интересного для нас не будет. Поэтому посмотрим саму материнку. Вот наша материнка. Совсем новенькая. Ее никто еще своими ручищами не лапал. Выглядит достаточно просто. Кто-то сейчас начнет писать, что эта материнка не подходит для этого процессора. Но, я вас огорчу, она подходит. Я, конечно же, знаю, что вы лучше всех собираете компы. Можете собрать его в 5 раз дешевле. Но этой материнке хватит с головой для этого процессора. Она все вытащит. И те, кто будет писать про разгон, я не разгоняю процессоры. Мне и хватает стоковой частоты. Я не знаю, зачем разгонять его, потому что и так проц на 100% не нагружается. Так что, этой материнке хватит просто с головой. 4 слота под оперативку. Питание материнки. Выходы под SSD-шки какие-нибудь или винты. PCI-Express 16. И здесь у нас 4X, по-моему. Да, здесь 4X. Ну, по крайней мере, так выглядит. PCI-Express 1. LED CPU. Видимо, подсветка какая-то. SysFan 1. Питание материнки 8-пиновое. Здесь тоже. Снизу, естественно, USB 3.0. Обычные USB-шки. Компорты. Звук. На задней панели у нас USB-шки 3.0. Обычные USB-шки. Звук. DVI и HDMI. Подключение мышки. Это у нас по ощущению алюминий. Но, судя по тому, что у нас на цепи питания ни о кого толком охлаждения прям конкретного нет, то, скорее всего, материнка очень сильно греться не будет. Кстати, подключение M2 есть. Задняя сторона довольно-таки простая. Кстати, материнка поддерживает функцию Store MI. Про нее вам сейчас расскажу. В общем, это что-то наподобие, как у Intel Optane. Только здесь немного иначе. Здесь ставится приложение специальное. Кстати, эта функция поддерживается на материнках 400 серии и X399. Это, естественно, для Intel. Итак, смысл в чем? Вы берете обычный винт HDD-шку. Берете SSD-шку. Через программу она объединяет эти два винта в один. И помогает быстрее загружать игры там в два раза. Windows тоже где-то в два раза. Приложения всякие где-то приблизительно раз в 10 тоже быстрее запускаются. И работает это все таким способом, что программа высчитывает файлы, которые вы наиболее часто используете. Создает такой некий буфер. И размещает их так, чтобы у вас всегда был к ним быстрый доступ. Также в эту систему возможно запитать 2 гигабайта оперативки, чтобы это работало все еще быстрее. Если что, ссылочка на эту систему будет в описании под роликом. Ну и давайте теперь все это собирать. Итак, давайте в первую очередь соберем нашу материнку с оперативкой M.2 SSD-шкой, с нашим процессором Ryzen 7. Давайте начнем, наверное, с оперативки, чтобы потом мы это уже в корпус поставили, и никаких у нас проблем с этим не было. Ну и здесь нам нужно будет еще поставить башню, охлаждайку. Так, первая планка оперативки пошла. Встала как родная. Вторая планочка. Точно так же. Просто заглушка с подсветочкой. И еще одна. Так, здесь нам, по-моему, пригодится отверточка, чтобы вот это вот дело прикрутить. Давайте вот так вот открутим. Отлично. Так, этот столбик у нас, по идее, четко стоит по размеру. Так, все. Вроде бы вставил. Осталось только закрутить. Отлично. Память уже вся стоит. Ну и остался процессор. Сердце нашего компа. Так, процессор наш я установил. И сейчас нам нужно поставить охлаждайку. Итак, охлаждайку я уже установил. Кстати, становится очень плотно. Вообще капец, как держится. Сейчас мы будем это все собирать в корпус. Корпус у нас, кстати, от Cooler Master. Снаружи выглядит прикольно. Не знаю, буду показывать снаружи или нет. Но внутри место вала. Но хотя снаружи он кажется маленьким. Короче, сейчас все увидите. Так, вот, собственно, наш корпус. Здесь куча всяких проводов валяется. И все это достаточно шумно. Давайте мы их сейчас все отсюда как-то подоставим. Здесь, кстати, вот у нас. Типа как передняя панель. То есть включение здесь, ресет, микрофон, наушники, USB-шки 3.0. То есть в бочине корпуса. И он реально по размеру, как корпус, который идет под материнку micro ATX. Который называется, на который максимум может быть 4 слота PCI-ки каких-нибудь. Наша же материнка таких размеров. То есть стандартного ATX. На которой, по-моему, если не ошибаюсь, может быть 7 слотов PCI-ек. Так что реально корпус очень маленький. Но, но, но. Но в него влазит полноценная материнка. Вот так. Где у нас стоит блок питания? Вы спросите. Я уже увидел. Вот здесь. Судя по креплениям по тем. Вот здесь стоит у нас блок питания. И это, судя по всему, его шнур. Вот такой чпоньк. И все будет работать. Короче, сейчас попробуем как-то это все подключить. Но я думаю, что лучше в первую очередь поставить блок питания. Чтобы у нас с ним потом не было проблем. Потому что я думал в первую очередь ставить материнку. Но лучше, наверное, блок питания все-таки. Дальше будет видно. Хотя сейчас посмотрим. Вот, собственно, наш блок. Я думаю, что мы сейчас сразу сюда в него воткнем все, что нам нужно. То есть это у нас 12 вольт на процессор. Даже, в принципе, все подписано. Дальше у нас материнка. Я вот только не пойму, почему в этом блоке питания. Вот такой вот разброс проводов на питание материнка. Вообще ни черта не понятно. Ну, понятно, конечно же, куда это все подключать. Но выглядит это все достаточно странно. Так, защелкнулось, нет. Вроде бы да. Вроде бы да. Ну и хорошо. Так, писяйка, CPU. Кстати, самое интересное то, что у нас под процессор два вот таких вот кабеля. Но вот здесь написано CPU только один. То есть здесь PCI-Express, здесь PCI-Express, здесь PCI-Express, здесь CPU написано. Конечно, в принципе, можно использовать даже PCI-Express, потому что там разъем такой же. Но все равно. Могли бы уже написать два тех, два тех, да и все. И что париться-то? Так. Вот это у нас, судя по всему, идет в блок питания, потому что здесь он не разделяется. Здесь он состоит из двух частей. То есть, типа, если бы материнка у нас была 4-х пиновая, то мы бы втыкали именно так. Поэтому это все равно сюда вот. Ну, кстати, вот здесь у нас 7 пинов. А здесь 8. Где-то один кабель потерялся. Непонятно, как это работает. Но все перекручено. Может, где-то они между собой спаяны. А, да. Вот здесь внутри в один пин идет два кабеля. Короче, ладно, подключаем. Что это рассматривать-то? Есть. И последний провод, это у нас питальник видеокарты. Ну, естественно, такой стороной. Вот этой. Даже не знаю, куда воткнем. Можно сюда воткнуть, наверное, рядом. Или сюда. Короче, без разницы. Без разницы. На винты нам ничего не нужно, потому что у нас, в принципе, стоит SSD-шка на самой материнке. Которая через М2 подключается. И все. Так что давайте прикручивать блок питания. Только вот вопрос, как его прикрутить там сверху. Сейчас попробую что-то придумать. В общем, с блоком питания все получилось намного проще. Оказывается, эта панель снимается. То есть, здесь у нас на магните передняя панелька идет. Ну, даже не передняя панелька, а передняя сеточка. Мы ее снимаем, а там у нас 4 болтика были, которые держали вот эту вот конструкцию. Так что мы сейчас туда поставим. И прикрутим наш блок питания, чтобы это все как-то держалось. Так, в принципе, два болта уже прикрутил. Питальник у нас держится. Естественно, я поставил кулером, кулером, кулером наружу, чтобы хотя бы снаружи он брал холодный воздух, уже внутрь загонял. Хотя, в принципе, у нас здесь везде сеточки, то есть, чтобы он нормально более-менее как-то охлаждался. И я даже не знаю. Конечно, для красоты было бы прикольно поставить вовнутрь, потому что, ну, здесь толком все равно ничего видно не будет. А здесь будет просто такая стеночка с надписью. То есть, для красоты я бы поставил его наоборот. Но для лучшего охлаждения я ставлю его именно так. Все, готово. Блок питания наш прикрутил. Осталось только подключить этот кабель питания, и все. И можно пользоваться. Только я не знаю, куда он выходит. Скорее всего, он там сзади у нас, за задней стенкой находится сейчас. Все. Отлично. Все готово. Теперь ставим материнку. Будем ее прикручивать и все подключать. Так, ставим нашу материнку. Надеюсь, она сейчас влезет. Надеюсь, влезет. Ну, что как-то все здесь тесновато. Просто впритык. Просто впритык. И у нас все получилось. Только я забыл поставить переднюю панель. Так, вот я нашел нашу заднюю панель. Сейчас мы ее поставим. Все. Вроде бы держится. Так что давайте теперь цеплять, цеплять, ставить материнку. Так, снова. Тем же самым образом. Как-то ее так запихиваем. Кстати, запихнуть ее легче, чем вытащить почему-то. Я не знаю почему. Кулек нам особо не мешает. Здесь у нас все четко становится. Нет? Вроде бы не особо четко. А теперь четко. Короче, сейчас прикручиваем. И будет все супер. Так, давайте теперь все потихоньку подключать. У нас осталось только видеокарта еще, которую нужно будет нам установить. Так, ну в принципе охлаждение. Я бы в идеале куда-нибудь его запутал, чтобы этот провод не болтался. Ну а самое ближайшее у нас по-моему здесь. И он называется, кстати, SISFAN1. Кулер у нас здесь стоит обычный. Без регулировки. Скорее всего с подсветкой. То есть самый простой. Самый простой. Сейчас мы вот так вот его замотаем. И мы куда-то под сам же кулер, этот же провод попробую запихать. Вряд ли это поможет. Но попробовать стоит. Потому что нам нужно еще видик устанавливать. Кстати, под видик нужно здесь все у нас открутить. Сбоку панельку. И открутить нам пару слотов, которые нам пригодятся сейчас. То есть второй и третий. Отлично. Две планочки открутили. Теперь можно поставить видик. Вот, собственно, наш видик. Тут у нас все просто. Заглушечку эту снимаем. Сзади пока что оставим. Сейчас мы это все воткнем. Оно вместе с этими заглушками должно тоже все влезть. Так что я их пока что не снимаю. Потом поснимаем. Ага, забыл. Открыть ключик. Все. Встала как родная просто. Теперь осталось закрутить. Подключить провода. Комп реально получился маленький, но очень мощный. Получается Proz 2700X, Ryzen 7 и видик RX 580. Так, боковую панельку обратно ставлю. Отлично. Видик установлен, но теперь нам осталось только подключить провода. Подключить переднюю панель и все. Больше ничего. То есть у нас, в принципе, комп уже весь. Можно смело сказать, что он собран. Я даже не знаю, что в первую очередь нам подключить питание. Процессора или нет. Хотя в идеале это все произойдет за задней стенкой. Чтобы оно нам никаким образом не мешало. Итак, народ. Комп наш собран. Вот так вот он выглядит, в принципе, в готовом виде. Все у нас стоит. Все подключено. Корпус реально, чтобы вы понимали, реально маленький. То есть видно, что по размещению блока питания, что у нас здесь с краю, из-за этого вот такая вот получилась компоновка. И все у нас, прям абсолютно все влезло. То есть вот стоит видик, процессор, оперативка, все идеально. Народ. Кто хочет увидеть тесты этого компа, переходите по ссылочке в описании под роликом на канал моего товарища, который сделал тест именно этой сборки. А также все интересующие ссылочки на комплектующие в описании под роликом. Ну а я с вами буду на этом прощаться. С вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok